Скажите, можно ли как-то защититься от свекрови, которая постоянно бегает по бабкам-гадалкам? У нас семья уже распалась, она никак не может успокоиться. На самом деле, обычно свекровь, она не разрушает судьбу своим детям, она ее ломает себе. А если бы вы на это не обращали внимания, то и в вашей жизни все было бы хорошо. А так вы создаете элемент, который называется страх. Смотрите, как рвется энергетический кокон человека. Когда человек испугался, в этот момент в коконе появляется дырка. А когда человек не боится и гордо смеется в сторону этого страха, почему рвется? Потому что происходит, когда человек боится, сжатие происходит. Когда человек радуется, расширение. И когда, вот смотрите, я принимаю что-либо, что я делаю? Иди, я тебя поцелую, смотрите, что я сделал с руками, расширил. Мне говорят, мы хотим денег давать, давайте. Хочу вас обнять, давайте. Здоровья вам, по-хорошо. Хочу в гости к вам, приходите. Ну вот, видите, что человек делает? Он расширяет, то есть он расширяет свой энергетический кокон. А когда человек говорит, ой, боюсь, боюсь, ой, как страшно, страшно. Видите, что он делает? Жмурится и сжимает руки. То есть его энергетический кокон сжимается. Когда он сжимается, то за счет сжатия кокон неэластичный происходит с 2... По лепесткам энергетического кокона, обычно их у человека 2 или 3, происходят трещины вот в этих местах. Они проходят первый листочек там по левой части тела, второй листочек по правой, и третий листочек по передней части. И сзади обычно закрыт листочек. Ну а у колдуновых вообще там 12 есть и 16 и так далее. У обычных людей 2. Обычно сжимающийся энергетический кокон приводит к разрыву на уровне печени с правой стороны, на уровне желудка с левой стороны. Поэтому первые признаки разрушения энергетического кокона это тяжелые гастриты, либо заболевания сахарного диабета, заболевания печени, дискинезия желудочных протоков, желчекаменная болезнь и так далее, заболевания почек, мочекаменная болезнь и так далее. Все это в комплексе является энергетическим страхом, когда человек боится. И что же нужно делать? Не обращать внимания. Вообще говорит, да пошла она, вообще ее не боюсь. Не боитесь и говорите, да ее вообще люблю. Хоть она и смешная, но точно не боятся. Боитесь-подверженный влияние. Смотрите, человек боится бизнесом заниматься, у человека страхи, человек боятся общаться, человек боится выходить, человек боится заходить. Это все сжимает его. А нужно наоборот, побольше позитива, побольше радости, побольше счастья. Побольше позитива, радости, счастья. И человек расширяет свой энергетический кокон. В него попадают другие люди, в него попадают целые системы, расширяя энергетический эгрегор и так далее. Увеличивая ментальный, ментал свой и так далее. Это все в дальнейшем приводит к тому, что человек становится более успешным. КОНЕЦ